здравствуйте мои дорогие мои хорошие мои любимые все мои друзья до сих пор даже через год общение на ютюбе я не могу называть людей подписчиками потому что это звучит как-то чересчур уж по бизнесовски профессионально на эти какие-то такие дела недушевные у меня вызывает это слово поэтому вы все мои самые любимые дорогие друзья мои виртуальные друзья с которыми я никогда не виделась но с которыми очень сблизилась и подружилась и я надеюсь у меня теперь эта идея фикс что когда-то я доеду до россии я дам всем знать и у кого будет возможность желание мы обязательно встретимся и увидимся и станем реальными а не виртуальными друзьями сегодня мое видео это будет наверное необычное не похожее на все мои предыдущие потому что вы знаете после года на ютюбе я честно скажу хотела хотела все это дело покинуть забыть и больше не возвращаться потому что на одну секунду мне это показалось каким-то пустым времяпрепровождением а потом благодаря одному из моих друзей который живет в москве и он об этом знает он написал очень короткое но очень доброе и душевное письмо можно сказать и я поняла что меня там кто-то ждет хотят видеть меня и мои видео и я решила не хандрить я решила не хандрить вот первым делом пошла сегодня и сделала себе веселые веселые красивые яркие ноготочки потому что я уже где-то говорил еще раз повторюсь яркий свет поднимает мне настроение и возвращает меня в жизнь как и у каждого человека у меня жизнь не только радостные эмоции позитив и какой-то беспричинный смех мне очень часто спрашивали а что она постоянно смеется она что-то принимает какие-то наркотики корр это или нюхает нет ребята я ничего не принимала не нюхала не не делала не делаю и не собираюсь этого делать просто это образ моей жизни я такой человек кому-то это нравится кому-то нет кому это не нравится ко мне больше не заходит и не смотрит мой канал а тем кому со мной по пути они уже больше город со мной на ютюбе и поэтому вы мне стали настолько близки и родные душевно что я хочу с вами поделиться что я обыкновенный человек как и вы все и у меня жизнь идет вот так вот то взлет то падение то что-то хорошее то что-то плохое как зебра то черная полоса то белая полоса и вот совсем недавно наверно в тот первый день когда я пропала у меня в семье я могу сказать случилась трагедия наш друг очень близкий дорогой друг нашей семьи могу сказать мой лично и всей моей семьи сказал нам очень печальную 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 новость что ему был поставлен диагноз рака последней стадии и что доктор ему дал максимум шесть месяцев жизни ребята как вот с этим можно смириться как это принять жизнь конечно состоит из всех этих явлений радостных и нет рождение потом смерть и я уверена наверно не найдется ни одного человека ни одной семьи у кого бы не затронула такая печальная ситуация такой ужасный диагноз как рак у меня лично в семье уже много лет тому назад умерло два человека но вы знаете идет большая переоценка когда я была тинейджером подростком и когда я уже сейчас взрела можно сказать осознанном возрасте это все воспринимается по-другому в юности у тебя этот юношеский максимализм помогает тебе пережить все эти трагические ситуации а сейчас это настолько сильно бьет что я была потеряна я я была я не могла не могла функционировать я даже не знаю я извиняюсь даже за свой внешний вид я первый раз по моему сегодня посмотрела на себя в зеркало и сама себе сказала нет я так не могу дальше продолжать я не могу я не могу останавливаться жить надо принять этот факт как-то с ним справиться и по возможности как-то функционировать двигаться дальше и вы знаете как медика как человек у которого была в семье история печальная с раком и вот сейчас наш самый лучший дорогой друг покидает нас думаешь очень о многом думаешь как это пережить как с этим справиться как реагировать что говорить этому человеку знаете все что я могла делать на тот момент когда я узнала я просто плакала рыдала я не могла спать и уже доказано медицины что люди которые были диагностированы с диагнозом а неизлечимая стадия рака или их близкие родные друзья переживают несколько стадий после этого диагноза начале я попытаюсь перевести на русский я не уверена что я помню первая стадия это отрицание не воспринятие этого диагноза серьезно ты просто не хочешь в это верить вторая стадия злость у тебя накипает душе такая злость что ты не можешь со своими негативными эмоциями справиться третья стадия идет по-английски называется барган так как ты торгуешься например ты говоришь богу всевышнему или каким-то потусторонним силам если этот человек излечится боже я обещаю например что я стану лучшим человеком на свете посвящу свою жизнь например чему-то доброму хорошему на этом свете как торги эта стадия называется как торги только пусть этот человек выживет и потом самая последняя стадия это стадия смирения и принятия того что у тебя есть этого диагноза принятия того факта что это неизбежно и что это невозможно никак исправить у каждого занимает свой срок прийти к этой последней стадии и и вот наш друг его за ему это по моему заняло месяц после диагноза он был в состоянии тогда всем рассказать что с ним случилось какой у него диагноз какие прогноз на будущее я даже была немножко зла и разочарована на него что он не сказал сразу когда ему поставили диагноз но после этого подумав и оценив все я пришла к поводу каждый человек реагирует воспринимает это все по-своему переживая все по-своему и кому-то надо кричать говорить об этом сразу же кто-то уходит в себя все это переживает внутри и потом уже готов эмоционально выходить и делиться этой печальной новостью со своими родными со своими друзьями так что еще за ним беда не приходит одна за эту неделю еще случился очень очень неприятный случай с моим родным любимым близким не очень человечком нам пришлось обращаться за серьезной медицинской помощью сейчас слава богу все хорошо но впереди у нас долгая дорога как говорится к восстановлению к лечению но все будет хорошо я в это верю поэтому я переоцениваю свои ценности взгляды и никогда нельзя падать духом никогда нельзя опускаться до такой степени что тебе жизнь перестает быть интересной всегда нужно находить что-то кого-то кто тебя мотивирует на хорошие поступки на большие достижения и открытие новых интересов поэтому ребята я хочу вам всем всем сказать от чистого сердца спасибо большое за вашу доброту поддержку что вы такие добрые и хорошие что вы со мной остаетесь уже больше года я вас всех люблю целую спасибо еще раз я обещаю больше я пропадать не буду и до новых встреч в эфире это была кат из городка вискосвил на этом я с вами прощаюсь пока пока а